Слава Богу, дорогие братья и сестры, за сегодняшний день, который Он дал для каждого из нас. Если вы смотрите эту трансляцию в прямом эфире или запись, это значит, что наша жизнь, она продолжается. И Бог явил к тебе и ко мне сегодня милость свою, и мы видим этот день. Бог подарил нам эту возможность, и мы сегодня вместе можем сказать очередной раз, Слава Господу, что милость Его, она распростерта над каждым из нас. Как многие сегодня уже повторяют, мы живем на самом деле в очень особое время. И это особое время, оно коснулось не только верующих людей, оно коснулось всего мира. Я как-то размышлял и думал, что это довольно неплохое время, хотя мы стеснены определенными обстоятельствами, определенными моментами, которые на самом деле нас ограничивают, и у нас очень много возможностей, они просто ушли в сторону, и мы можем только о них мечтать. Но это хорошее время, потому что мы можем по-новому или по-другому посмотреть на свою жизнь. И я думаю, что этим занимаются не только верующие люди, но и неверующие. Очень много приоритетов и принципов в жизни людей, они поменялись, потому что то, о чем мы мечтали или хотели, оно просто ушло куда-то в небытие, и мы понимаем, что время стало другое. Но то, что не поменялось сегодня, это то, что милость Божья, она сегодня, братья и сестры, и сегодня над каждым из нас время меняется. Войны приходят, голод приходит, какие-то пандемии приходят, болезни, может очень сложные ситуации, но, братья и сестры, одно не меняется до сегодняшнего момента. Милость Божья, она сегодня над каждым из нас. За это слава Господу. Я сегодня хочу говорить о одной теме, которая, думаю, будет актуальна. Хотя сегодня мы живем в такое время, или мы сегодня на служении в такое время, когда еще очень свежи праздники Рождества Иисуса Христа. И, конечно, тоже хочу поздравить вас с этим праздником. И, наверное, одно из самых пожеланий актуальных, о котором говорят многие братья, и мы желаем друг другу, это чтобы мир Божий присутствовал или был в нашей жизни, в наших сердцах. Но в то же самое время мы говорим о том, что 2020 год, который когда-то, год назад пришел, он заканчивается. И мы скоро вступим в 2021 год, если Бог позволит. И мы смотрим на свою жизнь, и мы понимаем, насколько скоростечны наши дни. Я не знаю, насколько для вас года быстро бегут, но я смотрю, что 2020 год, он пробежал очень-очень быстро. Я родился в конце 1983 года, в восьмом месяце. Я думаю, что в моей жизни самый длинный год это был 1983, хотя я застал его только около трех месяцев. 1984 уже был более короче, там все меньше, меньше, меньше. И вы знаете, 2020 год его как будто и не было. Я смотрю назад, и он так быстро пробежал. Это жизнь, которая бежит, и за которой не успеваешь как бы и проследить, и что-то успеть. Но опять же, Бог сегодня дал нам этот день, и мы можем сегодня опять говорить о том, что Бог хочет нам сегодня, на что хочет обратить наше внимание. Я прочту место Священного Писания, которое для нас многих знакомо. Я думаю, что притча, о которой я буду читать или говорить, она известна всему христианскому миру. Она записана в Евангелии от Матфея в 25 главе. Я буду читать с первого стиха. Евангелие от Матфея 25 глава, с первого стиха читаю. «Тогда подобно будет Царство Небесному десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли свое масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, что бы ни случилось с недостаткой и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не зная вас. Итак, бодруствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Аминь. До сего места. Я смотрел на эту притчу, братья и сестры, и я думаю, что эта притча очень актуальна для сегодняшнего времени. Потому что эта притча была сказана в контексте последних времен, или во время, когда Иисус Христос говорил о последнем времени. Вся 24 глава Иисус Христос говорит ученикам о знамениях или о том, что будет происходить в последние времена. Я думаю, что многие верующие, в том числе и я, мы в последние, может, месяц или год, когда началась эта пандемия, не раз перечитывали 23 главу Евангелия от Матфея. Может, кто-то читал Евангелие от Луки, 21 главу. Может, кто-то перечитывал не однажды все откровение, потому что время, в котором мы живем, оно особое. И многие вещи, о которых Иисус Христос говорил, они на самом деле сбиваются. И мы не можем сказать, вы знаете, что-то еще не произошло, и мы должны чего-то ждать особенного. Время, оно настолько последнее, что как бы уже больше и некуда. Иисус Христос, Он говорил и в 24 главе в конце притчу о последних днях. И в 25-й Он сказал несколько притчей, притчи о том, что время близко и как нужно к нему готовиться. Я смотрю, братья и сестры, на эту притчу, и когда Иисус Христос, Он начинает говорить о этих девах, Он, знаете, сразу же делит их на две части. На глупых и умных, на неразумных и тех, кто понимал время, в котором они живут. Вы знаете, мне нравится Слово Божие в том смысле, и Бог, что Он, у Него есть вот эта вот конкретика. У Него есть конкретно, да-да или нет-нет. Иисус Христос говорит, а что сверх того, тот лукаво. Иисус говорит, что был бы ты холоден или горяч, но так как ты тепл, с тобой какие-то проблемы. Иисус Христос, когда говорит о этих девах, Он говорит конкретно, здесь было пять умных, а пять неразумных. И я смотрю, что Иисус Христос, Он разделяет, можно сказать, верующих людей. Я понимаю о верующих людях на две категории. Кто понимал время, в котором он живет, а кто пытался понять или как-то додумать своим разумом. Я смотрю на этих дев, братья и сестры, и я думаю, в чем глупость глупых, и в чем вот эта вот мудрость мудрых дев. Иисус Христос, я уверен, что возможность, мы читаем эту притчу, но я уверен, что возможности приобретения светильников и масла было у всех одинаковое. Я даже хочу сказать, что условия или время, в которое жили эти девы, они были тоже у всех очень одинаковые. Не было у них каких-то особых, не знаю, заработков у пяти, не было особых доходов у пяти, не было каких-то особых привилегий. Я понимаю, что возможности, время, понимание, оно было, в принципе, одинаковое. Но почему-то одни поступили правильно, можно сказать, а другие поступили не очень правильно. Одни понимали, что они что-то успеют, а другие взяли с запасом. Я понимаю, что притча Иисуса Христа, она имеет направление, и у Иисуса Христа было все ясно и понятно, но направление, в котором я бы хотел сегодня говорить об этой притче, я бы назвал так. Братья и сестры, Андрей, брат и сестра, слушающий, Слово Божие, запасайся, масла много не бывает. Брат и сестра, в конце 2020 года, я хочу обратить наше внимание на истину, которая звучит в этой притче. Запасайся, масла много не бывает. Я понимаю, что ни одна половина дев, ни другая не имела опыта встречи жениха. Я думаю, что им рассказывали отцы, матеря, как это все происходит, о том, что жених выйдет со своего дома, он придет к ним домой, он возьмет, они выйдут с зажженными светильниками, он повезет этих дев к себе, к себе, где они будут праздновать пир, где они будут жить и так далее. Я думаю, что все эти моменты, они, может, оговаривались каким-то образом. Но я понимаю, что, или я так думаю, что вот эти пять неразумных дев, они очень так просто прикинули. Они подумали, ну вот вечером, скорее всего, я думаю, они знали время, когда будет пир. Вечером будет пир. Скорее всего, я так, ну, ориентировочно, я просто числа беру. Ну, примерно там 8 часов жених придет, ну, может, придется там полтора часа подождать, плюс-минус. Они пришли за елеем, точнее, пришли за светильниками, они взяли светильники, смотрят, там немножко, может, масло есть. Они спрашивают у продавца, сколько здесь масла. Ну, продавец говорит, ну, на часа 4 вам или 5 хватит. Это же с запасом, все хорошо. Жених придет, мы успеем, выйдем, пойдем, все будет отлично. Но почему-то мудрые, они сказали, нам не только светильник дайте, нам дайте еще и масло. Может быть, стоя в той же самой очереди, находясь, может, в том же самом кругу десяти дев, одни сказали, нам не только светильники дайте, нам дайте еще и масло. Потому что они понимали, что всего, братья и сестры, я сегодня смотрю на это время, на свою христианскую жизнь, на христианский мир. И мы можем сказать точно, всего предугадать или предупредить, как-то вот, ну, сказать невозможно. Мы не можем сказать, к чему нам нужно готовиться завтра, мы не знаем. Начиная 2020 год, нам в голову не могло прийти, что мы будем переживать о Рождестве, как мы будем встречать Новый год. Мы просто не представляли. И вы знаете, я смотрю, бывает, на себя, и я, ну, как можно сказать, я нахожу себя как будто такого лукавого немного человека. Я читаю Слово Божие, открываю 24 главу Евангелия от Матфея, или там, 21 главу Евангелия от Луки, и я все, ну, хочу предугадать. Итак, сначала будет знамение, может, там, знамение солнца, там, помернет луна, в кровь превратится, или там, или еще что-то. Я смотрю, так, должны быть глады, морозы, землетрясения, я начинаю перечислять какие-то события, я пытаюсь подсчитать, братья и сестры, я пытаюсь подсчитать момент прихода Иисуса Христа, и я в голове представляю, так, мне масло, наверное, понадобится столько. Ну, молитва утренняя, вечерняя, ну, я в таком состоянии, вот я хожу, вот пришел на служение, послушал проповедь, где-то еще там прослушал, и вот вроде бы, я так в своей голове так думаю, вот вроде бы я смогу протянуть, братья и сестры, представлять сердце лукавого человека. Я смотрю, и мне кажется, что вроде бы я смогу еще вот дотянуть до пришествия Иисуса Христа, и потом вдруг Иисус Христос придет, и я скажу, вот, я тут готов, и войду в вечные обители. А мудрые, мудрые девы, они понимают, что мы не знаем ни времени, ни события, в которых мы живем. Кто-то хочет предугадать и сказать, так, интересно, будет Великая Скорбь, взять из церкви будет до Великой Скорби или после Великой Скорби? Интересно, а вот эти глады начнутся раньше или позже? Интересно, я это застану или не застану? Я себе вдруг потом задаю вопрос, Андрей, для чего тебе все это знать, для чего? Принцип христианский очень прост, запасайся маслом сегодня, потому что его лишним не бывает, его не будет лишним. Лучше я протащу этот полный кувшин с елеем, с маслом, может, мне рука устанет, может, оно мне не понадобится, но лучше у меня будет запас, нежели я пойму, что время пришло, а я не имею возможности просто его запастить. Братья и сестры, мы сегодня ведем трансляцию через интернет. Я понимаю, что у многих из нас есть различные нужды, переживания. Я понимаю и то, что немало людей сегодня нуждается, чтобы к ним приехали, чтобы с ними помолились, чтобы с ними провели какое-то время. Может, приехали постыря, зекана, помазали елею, может, помолились за какие-то очень серьезные нужды, которые разрушают вашу жизнь. Вы знаете, в чем правда? Сегодня к вам никто не приедет. Нет, сегодняшняя ситуация, в которой мы живем, она обрезает возможности посещения друг друга. Вы представляете? Мы думали, что такое возможность не настанет никогда. Ну, может, будет гонение, как у наших матерей и отцов, мы соберемся в лесу и будем молиться друг за друга и в проруби принимать крещение. Может, мы об этом думали. Может, мы думали, что будет голод или еще какие-то ситуации, и мы будем друг о друге заботиться. Мы даже не могли представить, что такая ситуация придет. Вот. Брат и сестра, я вдруг задаю себе вопросом, Андрей, а если сегодня в твоем кувшине нет елея, у тебя горит светильник, сегодня ты стоишь со светильником, и огонь, он вроде бы горит на твоем светильнике. А если масла нет? А если сегодня я живу в момент, когда точка... Брат и сестра, я не хочу не сказать, что эта точка поставлена, но я себя просто пытаюсь в голове представить, а что, если точка уже поставлена? А что, если вот это состояние, в котором я сегодня нахожусь, и с тем маслом, которое я взял, я буду встречать жениха? И вдруг тишина наступает в моей жизни, и я задуюсь еще большими вопросами, еще большими, еще большими. Господи, как бы хотелось вести жизнь запасливого человека, в духовном смысле слова. Когда была первая волна пандемии, люди скупали гречку, потому что не запасались. И это хорошо, вы знаете. Скупили, вот я думаю, что кто-то, у кого-то очень железа не хватало в организме, сейчас хватает, потому что гречки было съездено немеряное количество. Кто-то тащил туалетную бумагу, у них сейчас в углах стоит. Кто-то консервы поскладывал, сейчас они там лежат, как говорится, и пускай будет, ну и пускай лежат. Мы запасаемся, это неплохо. Но наша духовная жизнь, масло, масло, которое должно быть у меня на самом деле в кушине, то, что вырят светильники сегодня в моей жизни, в твоей жизни, это хорошо, это правильно, это на самом деле по-христиански правильно, если твой светильник, он горит, если твоя молитва, она есть, если у тебя чтение Слова Божия есть. Но я говорю о запасе, о запасе масла в моем кувшине, чтобы мне дождаться жениха. Вы помните, в троллейбусных автобусах были такие вот еще старые компостеры красного цвета. И были лукавые люди, которые стояли с талончиком в руках, и они его не пробивали, не ехали. Они стояли возле компостера, бывает, даже руку держали там рядышком. Это, я думаю, наблюдал каждый человек, кто старшего возраста, видели это. И вдруг слышен крик, вот контролер идет. Они раз и пробили, и все, и проехали. И много ездили бесплатно, кто успевал, пробивать, кто не успевал. Сейчас другое время. Сейчас, подъезжая к остановке и видя проверку пассажиров, просто отрубаются компостеры. И если ты не пробил заранее, твое время просто ушло. Просто нет никаких шансов вернуть его назад. Никаких, братцы и сестра. Я читаю эту историю дальше, вы знаете, здесь еще больше момент раскрывается. Иисус Христос говорит, 8 и 9 стих. Неразумные, когда уже пришел и когда уже светильники они поправили, неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, и у нас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Вы знаете, эту притчу рассказывал Иисус Христос. А Иисус Христос еще говорил и на горной проповеди, где говорил о любителях врагов ваших, благословлятельных, ненавидящих вас, ненавидящих вас, ненавидящих. Это только о врагах, а о своих. Здесь вопрос о своих, братья и сестры, здесь вопрос о жизни и смерти идет. И я задаю себе вопрос, а где же любовь, где взаимопонимание, где взаимная поддержка, где этот момент, вот пожалуйста, масло, вот мы делимся. А вы знаете, мудро не сказали, нет, не дадим. Знаете почему? Потому что не знали очень важный принцип. Масла лишнего не бывает. Это наше, и мы с ним останемся. Я опять задаю вопрос, Господи, какое время? Как будет происходить Твое пришествие? Какое время еще может настать, чтобы человек верующий остался сам, один с собою? Сегодня настало это время. Я общаюсь с друзьями, говорю, хорошо, если семья верующая, если живешь с родителями или родители с тобой, и семья верующая, а если верующий человек один, он остался один где-то за городом, вот он живет, он приехать в город не может, у него нет здесь прописки, у него много вопросов, нужд, Господи, елей. Если я не запас елеем, я думаю, что настанут времена, я не могу сказать, что может еще более тяжелое. Мы празднуем, праздновали приход Иисуса Христа, рождение сегодня, хорошее, я думаю, у вас в многих настроении, я думаю, что и еще еда осталась с праздников, и будете сегодня сидеть, вспоминать, и говорить, и радоваться, но я не хочу сегодня загнать, может быть, в какую-то такую депрессию, или такое тяжелое состояние, я просто говорю, что ответственность у верующего человека, она настолько высокая. Я думаю, что иногда я вот так вот питаюсь, вот от воскресенья к воскресенью, я вроде бы так вот протягиваю, и вот масло вот взял там себе, себе вот немножко, не знаю, в стаканчик плеснул, и вот и прошел до воскресенья. Братья и сестры, время, время, оно настолько тяжелое сегодня, настолько оно просто меняет отношения, настолько оно сегодня ставит, может, эти вот точки над «и» и заставляет, или, может, толкает верующий человек, запасайся маслом сегодня, его много не бывает. поступи как мудрый, поступи как мудрый, возьми масло к себе еще в какую-то емкость. Я читаю эту притчу, и вы знаете, в свете сегодняшних событий, она для меня такая, какая-то такая, может, грустная или тяжелая, потому что время, о котором здесь говорится, оно такое тяжелое. Вы знаете, эти пять, они так и не вошли, они так остались за дверьми, они знали, где купить масло, они имели средства, за что купить масло, они пошли, а я понимаю, у них были возможности, но они не успели. Господи, дай, дай просто внутреннее состояние иметь запас, чтобы успеть, и чтобы осталось лишнее. Господи, дай мудрость, вот и в сегодняшний момент, хотя я понимаю, что время непростое, идти христианским путем, но с запасом, с запасом, чтобы у тебя это было. Иисус Христос, он продолжает эту притчу, он ее просто не обрывает, он говорит 13 стих, братья и сестры, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Братья и сестры, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа. Если мы отвернем страничку раньше, кто держит в Библии в своих руках, 24 глава, 27 стих, «Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Раз, и все. Раз, и точка. Я опять же возвращаюсь к своим рассуждениям, братья и сестры. Я думаю, что многие верующие, мы пересчитываем события, и мы пытаемся как бы предугадать, и как бы, ну я не знаю, как тут сказать, ну прохитрить, может быть, вот так, чтобы вот идти, идти, и вот по этому месту, ну хотя бы, Господи, как головня из огня. Опасная игра, опасный путь может закончиться очень печально. Поэтому сегодня Слово Божие обращает нас на то, чтобы мы бодрствовали. И, как я уже говорил, это бодрствование должно быть не просто, я вот, ну, смотрю куда-то там, и я с открытыми глазами хожу, запасайтесь маслом. Что такое масло сегодня для меня? Ты читаешь Слово Божие? Хорошо, ты правильно делаешь. Это принцип христианской жизни, читай его. Ты молишься? Это тоже хорошо. Но Слово Божие, если Иисус Христос, Он открывает, что книжники и фарисеи тоже много очень молились, они цитировали на Иисус места Писания, но когда пришел Христос, они его отвергли. Я понимаю, что елей с сегодняшнего дня для меня лично и для каждого верующего, это мое личное, братья и сестры, это мое личное откровение от Господа, мои личные с Ним взаимоотношения. Очень хорошо, когда может приехать пастырь, и ты ему рассказываешь что-то, или делишься, и он оставляет, и он, имея водительство Духа Святого, он себя направляет, и на самом деле твоя ситуация меняется, и ты имеешь ответ, и ты стоешь на ноги, и ты поднимаешь руки, и твоя жизнь она просто поправляется, и ты говоришь, слава Богу, все решилось, это очень хорошо. Очень хорошо, когда приезжает дьякона, и они помогают решать какую-то проблему, это хорошо. Но сегодняшняя ситуация говорит, что есть возможность, когда не будет возможности общаться с дьяконом, с пастырем, с братом, который может более духовный, эта возможность будет закрыта. А елей от Духа Святого, это твое личное откровение, это твое личное отношение, это твое личное углубление в Слове Божие. Ты читаешь Библию хорошо, но ты просто углубись в нее, брат и сестра, ты просто, я не знаю, ты просто пойми, что Бог, Он хочет говорить тебе через это Слово. Через это Слово лично к тебе, вот эти вот откровения лично к тебе, не с кафедрой, не еще откуда, а лично через Слово Божие, Он хочет иметь и имеет Слово лично к тебе. Глава 2. Не суть в количестве, суть, насколько ты сегодня, открывая Слово Божие, имеешь в виду Елея лично в своей жизни. Вы знаете, я словил себя на мысли, я расскажу историю, она интересна, она мне очень много чего научила. Она произошла лично со мной, когда еще у нас служения проходили на улице, в палатке, и вы знаете, я как человек, который проповедую, я говорю, и очень часто, ну, бегу по залу своим глазами, ищу какие-то знакомые лица, посмотреть, как они реагируют. Смотрю на людей, но они в пол смотрят, или на себя смотрят, и как бы это, ну, это важно. Сегодня я говорю в бездушную камеру, верю, что вы на той стороне, вы вместе со мной, и вы так же поддерживаете, и вы так же, так же, так же вникаете в Слово. Но, вы знаете, этот момент, он такой важен иногда для, я думаю, не иногда, очень часто для проповедующего человека. И в то же самое время, когда кто-то проповедует, я тоже на него смотрю, и понимаю, что ему это нужно, и я смотрю на него, на его какие-то высказывания, кивая головой, или там говорю аминь, когда он говорит аминь, я говорю слава Богу, когда он говорит слава Богу, чтобы как бы проповедующий человек, он чувствовал какую-то такую поддержку. И вы знаете, было служение у нас в палатке, возле церкви, и я в тот вечер тоже проповедовал, я сижу рядышком, как бы церковь вот в нашу сторону смотрит, я смотрю на проповедующего человека, и говорю аминь, и я вот так смотрю на него, все киваю, брат и сестры, и вдруг я ловлю себя на мысли, я вот смотря на него, вдруг ловлю себя на мысли, что я вообще не знаю, о чем он говорит. потому что так много забот, так много бывает ситуаций, и я верующий человек понимаю, что нужно слушать, нужно вникать, нужно, все это нужно, и я открываю, братья и сестры, Евангелие от Луки, как в 21 главу, которую я сегодня несколько раз, раза два или три повторил, что там тоже говорится о последних днях, и когда Иисус Христос, Он тоже там говорит, и в 21 главе Евангелия от Луки, 34 стих говорит, смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отяготились объедением и пьянством, и заботами житействами, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Я понимаю, что сейчас я говорю о важности Елея, личных взаимоотношений, и каждый верующий человек, кто слушает, он скажет да и аминь, но завтра придет понедельник, я понимаю, что завтра придет понедельник, и мы окунемся в эти заботы, в свой график, в свой календарь, в свой ежедневник, запишите на первой странице, в начале каждого дня, запасайся Елеем, лишнего не бывает, ищите откровения, с утра в обед вечером, потому что ситуация, в которой мы живем, мы не знаем, как она повернется, встретимся мы вместе с вами или нет, сможем ли мы обняться, сможем ли мы сказать какие-то добрые слова, мы не знаем, знает Бог, но Божье Слово сегодня обращается к каждому из нас, ищите личных откровений от Господа, у него одинаковый подход к каждому, или любовь к каждому человеку, он заинтересован в спасении каждого человека, у него нет любимчиков, нет каких-то особенных, он каждого хочет спасти, возможности получить Елей у каждого, нет избранных, возможности или ресурсы есть одинаковые у каждого, запасайся этим Елеем. Пратусиар, если ты спасенный человек, слава Богу, если ты только приближаешься к Богу, ищи его еще больше, но никогда не забываем о том, не забудем о том, в свете сегодняшних дней, что Елея за много не бывает, или масла для этой свечи. Я хочу сегодня вместе с вами еще помолиться, поблагодарить Бога за то, что мы до этого момента прошли, и чтобы Бог, Он еще больше, еще с большей силой наполнял наши сердца и наши жизни откровения от Духа Святого. Будем молиться. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok